Приветствую вас. Смотрите, на два момента я хотел бы обратить ваше внимание. Момент первый заключается в том, что я не совсем понял контекст того, что вам возвращается воровство у родителей из прошлого. То есть, возвращается в виде финансовых неудач, это вы хотите сказать, что воспринимаете это как наказание или как, не знаю, рок. Что? С подобным мистическим взглядом вам не к психологам нужно, а к эзотерикам скорее. Потому что с психологической точки зрения вам ничего не возвращается. Просто есть проблема. Проблема того, что вы скорее всего имеете не совсем корректное, сверх мотивированное отношение к деньгам. И такое сверх мотивированное, как бы, ну, по древности, как сказать, деньги для вас важны очень сильно. И они важнее, чем это, например, необходимо для более-менее здоровой, адекватной мотивации. Излишняя мотивация, так же как и её дефицит, приводит к сбору в поведении. Поэтому в первую очередь избавиться от мистических представлений о возврате чего-либо. И, значит, принять мысль о том, что то, что происходит сейчас, а именно финансовые неудачи в том числе, это, по факту, вследствие ваших негативных паттернов поведения. А именно внутренних запретов, заложимых в комплексах страха. Вот. Ну, например, как вариант страх финансового успеха, финансового благополучия. Или, как вариант, значит, реализация идеи о том, что вы недостойны денег и так далее. То есть это идёт из-за определённых, вот, внутренних-внутренних представлений ваших о себе. Скорее всего, взятых родителей. Следующий момент. Значит, воровство, воровство. Здесь, наверное, стоит начать с того, как вам была воспринята норма, или как вам была воспринята имперация о том, что деньги на повседневные расходы не даём, если всё равно попроси, купим. Ведь важны не столько слова, сколько контекст. Вот. Вы почему-то захотели этот контекст обойти. Вот. Хотелось бы понять, что вами двигало для его обхода. Считали в этом несправедливым, или видели в этом какой-то вызов себе. Это важно выяснить. Может быть, вообще чувствовали, чувствовали унижение какое-то и так далее. Воровство же — это попытка, с одной стороны, привлечь к себе внимание, потому что, очевидно, что вы попадали, с вами был сильный, но это и было то внимание. Значит, родители к вам были, скорее всего, холодны. Ну вот. И особого эмоционального контакта, вероятно, с ними не было. Воровство также — это потребность в любви и защите. То есть, я ворю, я что-то беру, я себя наполняю, и вот, собственно, чувствую себя несколько лучше. Наконец, эм, наконец, воровство — это про желание что-то доказать. Это про проблемы с личными границами. То есть, я живу, как уже сказал, непосредственно. То есть, это не моё, мне не принадлежит, но я это хочу взять. Или это моё, это мне принадлежит, но я хочу это отдать. То есть, это проблема с личными границами. И, в принципе, неважно, воруете вы или раздаёте, как бы, все свои средства малознакомым или незнакомым людям. По сути, это, как бы, разные стороны одной проблемы. Проблема личных границов и искаженных представлений о себе. То есть, в первом случае мне все должны, в втором случае я все должны. Но, как бы, в основе лежит то, что между мной и другими людьми, между мной и социумом, нет чётких разграничений. Нет чёткого понимания, где вот моя ответственность, за что я ответственный. И где я вижу свой путь. И где всё то же самое у других людей. Вот. Это примерный набросок, это примерная гипотеза. По поводу проработки, известно, нужно беседовать с вами, смотреть, какой именно способ, какой именно подход, в зависимости от этимологии ваших проблем, будет наиболее эффективен. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.